Вот вас не раздражает то, что Яндекс.Дзен периодически просто придирается к каким-то мелочам. Ну то есть пишешь какую-то статью и бах, она ограничена. Ты ищешь причину, либо находишь ее в предупреждениях, как у меня на историческом канале было написано, что историческая статья заблокирована за ненормативную лексику. И ты думаешь, черт, да это же ошибка, напишу в техническую поддержку и будет все в порядке. Но не тут-то было. Оказывается, тебе приходит ответ, что извините, мы не можем вам помочь, так решил алгоритм. До свидания. И, собственно, ты понимаешь всю абсурдность обвинений в свой адрес, они понимают это, но продолжают гнуть свою линию и говорить, нет, так решил алгоритм, нет, ничем не можем помочь, нет, таковы правила. Обо всей абсурдности ситуации сегодня и поговорим, да не просто поговорим, а посмотрим на нее. Посмотрим на переписку с Яндекс.Дзеном и то, как они мотивируют свои отказы. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. В прошлом видео я рассказывал, что на Яндекс.Дзен появились предупреждения, и мы теперь можем видеть, за что нас ограничили. У меня появилось предупреждение в двух статьях. Я имею в виду ошибочное предупреждение. Первое, это обзор пневматической винтовки, мне написали, что это откровенный контент. И второе, как я уже сказал, на исторической статье появилось, что там ненормативная лексика. Хотя там никакой ненормативной лексики не было, и я настаиваю, что и сейчас нет. Но давайте посмотрим, что мне ответили. Я-то думал, что вот напишу, и сразу все разрешится. Но не тут-то было. В общем, переписка с техподдержкой Яндекс.Дзен. В общем, ограничения, как я говорил, появились сразу на двух каналах. И вот на первом, в принципе, все нормально. Мне написали следующее. Здравствуйте, я проверил информацию о вашем материале. Предупреждение «Откровенный контент» появилось алгоритмом ошибочно. Предупреждение не влияет на показы публикации. Оно рекомендуется в лентах пользователей Дзена без ограничений. Уточню, что предупреждения могут не исчезать даже после снятия ошибочного вердикта, но на сам Дзен-канал они не влияют. В общем, здесь все хорошо, как я уже сказал. Я подумал, что будет примерно то же самое на канале по истории, но там все оказалось немного сложнее. Давайте посмотрим, что мне ответили. Как я уже говорил, там статья историческая, и на ней появилось, что там есть какая-то ненормативная лексика используется. Здравствуйте, благодарю вас за ожидание ответа. Ваши публикации «Ветеран Великой Отечественной» были ошибочно отключены рекламные блоки. Ну, в принципе, хорошее начало. Приношу свои извинения за возможные неудобства. Сейчас реклама снова показывается всем заинтересованным читателям. Сейчас публикация ограничена в показах из-за сниженной лексики. У нас нет возможности отправить материал на повторную проверку. Пожалуйста, если вы заметили, что публикация, на ваш взгляд, не рекомендуется, или вы получили уведомление в кабинете, не редактируйте ее и напишите нам. Мы проверим ее на наличие нарушений Ксении. Получается, у меня одни ограничения сняли, а другие наложили. Но ограничения-то появились не до того, как я отредактировал публикацию, а после этого. То есть изначально публикация хорошо крутилась, но потом я ее подправил. Причем прошло уже несколько месяцев, как она нормально крутилась. У статьи там 30 тысяч дочитываний, если я не ошибаюсь. Ну так вот. И после этого только появились вот эти ограничения. Я им об этом, собственно, и написал. Вот, я говорю, ограничения появились после того, как я отредактировал публикацию, а не до этого. И исправил я там только несколько орфографических ошибок. Я верно понимаю, что на данный момент в публикации присутствует сниженная лексика. Что за сниженная лексика, я тогда еще даже не знал. Мне на это ответили. Здравствуйте, специалисты службы поддержки не участвуют в оценке и анализе качества контента, поэтому я не могу уточнить, что именно могло повлечь за собой ограничение вашего материала. На данный момент ваша публикация «Ветеран Великой Отечественной» не рекомендуется пользователям из-за сниженной лексики на карточке. Сейчас вы можете отредактировать свою публикацию, тем самым она автоматически отправится на перепроверку алгоритмом. Перепроверка может занять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от загруженности платформы. Но уточню, что внесение правок в материал не гарантирует снятие ограничений. Если у вас появляются вопросы, пишите, буду рада помочь. Ну, мне этот ответ, если честно, не очень понравился, поэтому я попросил у них определение сниженной лексики. Я не очень понимаю, что это такое. Там есть оскорбления и нападки. И все-таки в конечном итоге я сам нашел определение сниженной лексики в их правилах. По факту мне кажется, что ее там нет, и они просто придираются. Ну, собственно, я им об этом и написал. Вы просто придираетесь. Давайте посмотрим, что же такое сниженная лексика, по их мнению. Требования к контенту Яндекс.Зен, сниженная лексика. Далеко не все пользователи готовы видеть в ленте грубые выражения, жарганизмы, сниженную и обсценную лексику. Зен может ограничить показ публикации с подобными карточками. В таком случае они не попадут в ленту рекомендаций. Если сниженная лексика встречается в большинстве публикаций канала, то ограничения накладываются на канал целиком. Но это понятно. Вот что такое сама сниженная лексика. Это жарганизмы, грубые выражения, обсценная лексика. Обсценная лексика это сегмент лексики русского языка. Одной из разновидностей обсценной лексики в русском языке является русский мат. Такого в моих публикациях абсолютно точно нет, но есть, может быть, что-то грубое. Давайте посмотрим. Все-таки я никогда не показывал вам свои статьи на историческом канале, но, наверное, все-таки придется сделать исключение. Давайте немножко почитаем. Петр Иванович Китченко участвовал в Трех войнах. Первая Великая Отечественная, после капитуляции Германии советско-японская, война в Афганистане. На фронт Петр Иванович попал еще 19-летним лейтенантом, командовал взводом стрелкового полка на Юго-Западном фронте, участвовал в самых сложных операциях, не раз ходил в тыл к немцам на задание. Ладно, первый орден получил за дерзкое нападение. Может быть, дерзкое нападение. Ну, не знаю, Яндекс.Ден не говорит же, за что ограничили. Дерзкое нападение это у нас грубое выражение? Или, может, какой-то же организм? Ну, вроде нет. Ну, ладно, давайте дальше посмотрим. Немцев было намного больше, но использовав фактор внезапности, Шкидченко атаковал противника, ворвался в штаб и захватил ценные документы. Когда попал в окружение и бойцы сдавались, один из них хотел забрать у Петра Николаевича пистолет, но Шкидченко назвал того предателем и пистолет не отдал. А, вот, все, я думаю, я нашел этот момент. Шкидченко назвал кого-то предателем. Вероятно, это и послужило причиной ограничения. В итоге, да, может быть, я чьи-то чувства и мог оскорбить. Ну, то есть чувства человека, который хотел забрать пистолет и отдать его немцам, и сдаться. Ну, блин, если это так, то извиняться я почему-то не очень хочу. В остальном статье никаких же организмов или оскорблений больше не встречается. Можете вот, посмотреть даже тут у нас про то, что готовил курсантов, его направили заместителем главного военного советника в ДРА, грамотно организовал оборону, командуя афганскими солдатами, его хотели представить к званию Героя Советского Союза, за него назначили крупную награду, в 2000 году ему присвоили звание Героя России. Дальше я написал, что он был настоящим русским офицером, может быть, это кого-то оскорбило, ну, не знаю. Я все-таки подозреваю, что все дело в предателе. Собственно, может, это и грубовато, но я у них в итоге так и спросил. Посмотрим, что они ответят. И вот, как я уже сказал, я понимаю всю абсурдность ситуации, они понимают всю абсурдность ситуации, но продолжают настаивать на своем. Что-то им там не нравится. Хотя, вот я вам показал статью, можете ее пролистать, можете застопить видео, посмотреть, почитать, и убедиться, что ничего такого там нет. Если же считаете, что там действительно присутствует какая-то ненормативная лексика, либо сниженная лексика, как они написали, ну, напишите в комментариях, что не так. Может быть, слова дерзкое нападение, или может быть, что он посчитал предателем человека, который попытался забрать у него личное оружие. Ну, может так. Но, по-моему, это все придирки, о чем я им и написал. Тут ведь для меня вопрос даже не прибыли, не какой-то выгоды. Эта статья выложена 100 лет назад. Она уже открутилась там на 30 тысяч дочитываний и больше не крутится. Давно уже больше не крутится. Но дело-то как раз тут в справедливости, а не в выгоде. Вот. В общем, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч. На Инстаграм тоже подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.